Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители! Сегодня 31 декабря, последний день уходящего года. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Юлиана Шахова. 31 декабря 1928 года появилась на свет Татьяна Ивановна Шмыга, артистка оперетты, народная артистка СССР. В 1947 году Шмыга поступила в музыкальное театральное училище имени Глазунова. В 1953 году она закончила факультет музыкальной комедии ГИТИСа и получила специальность артистка музыкального театра. Сразу по окончании вуза она была принята в труппу Московского театра оперетты. Очень скоро Татьяна Шмыга стала ведущей солисткой театра. Одного ее имени на афише очередного спектакля было достаточно, чтобы заполнить зал. После Виолетты, ее первой роли, почитатели оперетты познакомились с ее Аделию в летучей мыши, Валентиной в веселой вдове, Анжелию в графе Люксембурге. Вскоре при участии нового главного режиссера театра Татьяна Шмыга нашла себя в новом направлении. В ее репертуар вошел жанр мюзикла. В феврале 1965 года в театре прошла первая премьера мюзикла «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», где она сыграла роль Элизы Дулиту. В 1962 году Татьяна Шмыга впервые снялась в кино. Ее привлекла возможность творческого общения с талантливыми актерами и режиссером Эльдаром Рязановым в фильме «Бусарская баллада». Шмыга сыграла роль французской актрисы Жермон, приехавшей в Россию на гастроли и застрявшей в снегах в разгар войны. Творческий путь Татьяны Шмыга – это более 60 ролей на сцене и на экране. Среди них Виолетта Фиалка Монмартера, Кальмана, Чана Поцелуй Чинита Милютина, Роксана Нистова и Гасконец Каракараева, Великая Герцогиня Геральштейнская Оффенбаха. 31 декабря в 1933 году в Москве в семье военнослужащего появился на свет один из лучших комедийных актеров советского и российского кино Семен Фарада. Настоящая его фамилия Фердман, а ставший фамилией псевдоним Фарада артист приобрел после участия в съемках на одной из студий Средней Азии. В 1970 году Семен Фарада пришел на эстраду, был активным участником эстрадной студии театра МГУ «Наш дом». В 1972 году стал артистом Московского театра драмы и комедии «На Таганке». Творческий путь актера в кино начался в 1967 году дебютом в фильме «Каникулы в каменном веке». За 30 лет работы в кино Семен Фарада снялся более чем в 70 фильмах, создал множество запоминающихся ролей, главным образом в комедийных лентах. «На Таганке!» «Ну прекратите!» «Ну что, во фонарели, что ли?» «Кто за список правления? Прошу голосовать!» «Ну и другой день!» В числе его работ в фильме «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Убить дракона», «Гараж», «Мой друг Иван Лапшин» «Множество других интересных картин». 31 декабря в 1946 году родилась Людмила Пахомова, фигуристка, первая олимпийская чемпионка в танцах на льду. Она начала заниматься фигурным катанием на стадионе юных пионеров в Москве. Пробовала себя в парном катании и как одиночница, но долгое время почему-то считалась бесперспективной фигуристкой. Но когда тренировать ее стал Виктор Рышкин, то добилось очень хороших результатов. Именно с этим тренером она впервые стала чемпионкой СССР. В 1966 году уже двукратная чемпионка СССР Людмила Пахомова стала кататься с Александром Горшковым, в то время никому неизвестным перворазрядником. Через несколько лет эта блестящая пара потеснила с высшей ступени англичан законодателей спортивной моды в танцах. Олимпийские чемпионы, неоднократные чемпионы мира в спортивных танцах на льду Людмила Пахомова и Александр Горшков. Пахомова и Горшков начали спортивную карьеру на большом льду, когда отечественные танцевальные дуэты значительно наступали зарубежными. Но уже в 1969 году они стали обладателями серебряных педалей на номеральном чемпионате, а в 1970-м первыми среди советских фигуристов, завоевавших чемпионское звание на первенствах мира и Европы. Пахомова и Горшков изменили сам стиль танцев на льду. До них господствовали строгие академические танцы, преимущественно подклассические мелодии. Они же привнесли в фигурное катание живой эмоциональный народный танец. Соловеев вдоль по Питерской, озорные частушки, яркие, высокохудожественные, незабываемые композиции. Во многом благодаря их успешным выступлениям на чемпионатах мира, Европы и в концертной программе Белой Олимпиады в 1976 году, спортивные танцы впервые вошли в программу Олимпийских игр, где Пахомова и Горшков стали золотыми призерами. На календаре 31 декабря. Наша программа «День веков хронограф» выходит как раз в канун самого любимого всеми людьми праздника, самого веселого и счастливого праздника Нового года. И сейчас мы немного расскажем об истории этого праздника. Празднование Нового года у древних народов обыкновенно совпадало с началом возрождения природы и было приурочено к марту месяц. С марта же считалось новолетие и у римлян. До преобразования календаря в 45 году до н.э. Юлием Цезарем. Римляне в этот день приносили жертвы и начинали новые дела, считая этот день благоприятным. В этот же первый день весны принято было поздравлять друг друга и делать подарки, особенно должностным лицам. Не богатые люди дарили плоды оклеенные по золотой, финихи, винные ягоды, а патриции в богатые люди в Новый год одаривали только ценными подарками. Во Франции новолетие считали с 25 декабря до 755 года, затем с 1 марта в XII веке, а в XIII – со дня Святой Пасхи. И только в 1654 году указом короля было установлено считать началом года день 1 января. В Германии то уже произошло во второй половине XVI века, а в Англии – в XVIII. В России со времен введения христианства летоисчисления вели со дня Святой Пасхи, а позже – с марта. В 1492 году великий князь Иоанн Васильевич III окончательно утвердил постановление Московского собора считать началом года и церковного, и гражданского 1 сентября. В этот же день собиралась дань, различные оброки, пошлины, а для придания особой торжественности сам царь являлся в Кремль, где каждый простолюдин или знатный боярин мог подойти к нему и искать правды и милости. Последний раз отпраздновали Новый год на Руси 1 сентября в 1698 году. В этот день царь Петр Великий явился в сопровождении семейства в Успенский собор. Был он одет уже на немецкий лад, как и многие присутствующие. Царь поздравил свой народ с Новым годом и произнес тост. Лучшего ради согласия с народами европейскими в контрактах и в трактатах. Петр I коренным образом изменил и летоисчисление, и способ празднования Нового года. Он приказал вести летоисчисление от Рождества Христова, а первым днем года считать в января первого числа. Болезненно отозвалась такая перемена в умах людей старой закалки, но ограничившись лишь ропотом да бранными отзывами ревнителей древнего благочестия. Нововведение привелось. Новый праздник стал приобретать подобающие атрибуки. Было велено по большим проезжим улицам и знатным людям у домов перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей еловых и можжевеловых и стоять тому украшению по седьмое число. До января в первый день в знак веселья друг друга поздравляйте с Новым годом и учинить все, когда на Большой Красной площади огненные потехи начнутся и стрельба будет. Традиция украшать елками жилища и улицы пришла в Россию с иностранцами. В 30-е годы 19 века увешанные игрушками и сладостями елки ставились только в домах петербургских немцев. А к концу 19 века нарядные елки стали главным украшением домов и улиц в новогодние праздники до 1918 года. Полуофициально традиция наряжать елки возродилась в 1935 году. И только в 1947 праздник Нового года был вновь признан властью и объявлен выходным днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова